Добрый день! На этой неделе вы приглашены выступить на заседании, организованного в рамках зимней пленарной сессии Совета Европы. Скажите, пожалуйста, какое ваше мнение насчет полномочий российской делегации? Считаете ли вы, что российская делегация должна быть полностью исключена из Совета Европы? Да, мы считаем, что российская делегация должна быть полностью исключена из ПСЭ, в связи с тем, что они используют этот мандат, во-первых, для того, чтобы избежать ответственности и действий санкций, распространенных со стороны Европейского Союза и США и Канады на своих делегатов. Например, это распространяются такие санкции на господина Нарышкина, Железняка, Слуцкого. Одновременно они используют этот мандат, то есть возможность и поддержку со стороны докладчика мониторинговой комиссии Стефана Шенаха, который предлагает дать возможность голосовать России в ПСЭ, для того, чтобы показать, что Европейский Союз и странные члены ПСЭ поддерживают действия России на востоке Украины. Это абсолютно недопустимо. Как мы знаем, Надежда Савченко больше месяца назад объявила голодный страйк. В каком состоянии сейчас находится Надежда Савченко? Как вы можете прокомментировать? Ну, ее состояние день от дня отличается. То есть один день она чувствует лучше, другой хуже, но, вне зависимости от всего, пределы человеческого организма не бесконечны. Те 46 дней, что она голодает, уже достаточный срок для того, чтобы голодовку прекратить. В нынешних обстоятельствах, когда вчера было принято бюро ПСЭ, решение о подтверждении ее полномочий, и также Ассамблея проголосовала это, она с этого момента пользуется дипломатическим иммунитетом в соответствии с уставом Совета Европы, статьей 40, статьями 14 и 15 Генерального соглашения о привилегиях иммунитета Совета Европы. И это безусловное требование освободить немедленно делегатов ПСЭ. Вне зависимости от того, лишат Россию полномочий или вернут завтра право голоса, это условие должно быть исполнено немедленно. Немедленно это означает обычную процедуру, при которой руководство ПСЭ обращается к внешнеполитическому ведомству России, то, в свою очередь, обращается в следственный орган, постановление следователя, выносится решение постановлением об изменении меропресечения. Савченко, пользуясь дипломатическим иммунитетом с этого момента, уезжает к себе на родину. Я думаю, что это очень важное требование именно к парламентской ассамблее. Нужно, чтобы соответствующий пункт был отражен в любом из документов, который будет касаться России и будет приниматься на пленарном заседании завтра. Потому что у нас нет времени в связи с голодовкой Савченко, чтобы решить эту проблему. У нас известный цейтнот, и поэтому законным, юридически обоснованным выходом должно быть именно такое решение. И мы будем убеждать делегатов в том, чтобы они это требование обязательно вынесли в драфт документа, который будет обсуждаться завтра. Это наша главная задача. На сегодняшний день мы встречаемся со всеми делегатами, со всеми главными группами, в том числе с консерваторами и либералами. И одно из главных требований как раз таки, чтобы было 24-часовое условие для освобождения Надежды Савченко. Только в таком условии действительно какие-то санкции в отношении России могут быть ослаблены. Но это должно быть изначально Савченко, должна быть освобождена, а потом уже какие-либо шаги со стороны Европы. Слишком много сигналов того, что Россия никогда не держит свое слово. Поэтому здесь разговор должен быть очень четкий. Спасибо большое. Спасибо большое.